Всем привет! Вы на канале Bonita Parfums. С возвращением меня снова на канал. Было очень много разных всевозможных дел и долго не было обзоров. За это извиняюсь. И сегодня я решила представить обзор, такой необычный немного, не такой, как у меня. Вы привыкли видеть. С ароматами, которые я недавно приобрела. Да, я тоже становлюсь уже трендовой обзорщицей на ютубе, потому что у меня еще ни одного видео не было. Название «Мои покупочки» или «Мои новые флаконы» или там «Мои любимчики осени». У меня такого не было. Как-то я тематику немного другую выбрала. Но решила вот в этот раз все-таки поделиться, потому что накопилось, наболело, как говорится, а поделиться не с кем. Так вот, вот эти вот шесть ароматов, присутствующих в сегодняшнем обзоре, и есть мои новые флаконы. Начну с одного из загадочнейших томных и, ну скажем так, даже легендарных ароматов. Я знаю этот аромат давно, и я не могу сказать, что я вот его только нашла, полюбила и сразу же купила. Нет, это обдуманная покупка. Я, наверное, лет семь уже знаю этот аромат, и семь лет я его люблю. Ввиду того, что одно время он вообще был снят с производства, видимо, переформулировка была, это парфюмерия «Женерали Аомасаи» номер 10. Либо же, может быть, смена дизайна, потому что у Пьера Гийома дизайн изменился флаконов, да. Раньше он выглядел вот так. Это тоже «Аомасаи» в староделе. Много лет назад у меня был флакон. Вот, если видно в камеру, какая темная стала жидкость под воздействием времени. И какая-то была пауза такая, очень продолжительная, между выпусками, перевыпусками, поэтому у меня не было флакона. Он допшикивал вот этот, последние молекулы. И вновь прибывший в наше семейство «Аомасаи» номер 10. Что сказать про этот аромат? Я буду подсматривать, но это делать тоже не обязательно, потому что я так наизусть знаю. Чем он мне приятен? Он приятен своей теплотой. Аромат безумно теплый. За счет чего может достигнуться теплота в аромате? Она бывает разная. Кто-то даже и цветочный аромат считает теплым. Не могу спорить. Но здесь чистой воды смольная такая едва гурманская и более восточная теплота. Но все-таки с помощью смол древесных нот, ореховых нот, карамельных нот и немножко дымка, ну куда же без этого, мы получаем такой мегаэффект теплоты. Много было в обзорах ароматов, ароматов подобных. Вот подобное семейство. Теплые, обволакивающие, такие кашемировые. Ну, это уже далеко не первый представитель этого семейства, но чем хорош «Аомасаи». До такой степени он держит вот эту вот грань, которую я очень люблю в парфюмерии, когда еще не гурманника, но уже вот без пяти минут гурманика. Сладость, вкусность, но она несъедобная и она не дешевит. А вообще, в принципе, у Пьера Гиома, помимо того, что очень оригинальные, аутентичные ароматы, но они и тем самым более, может, даже непонятные многим, потому что бренд хоть и популярный, но держится все-таки особняком среди вот такого попсового ассортимента. Аромат нужно обязательно разнашивать, но если вы хотя бы немножко знаете ароматы из семейства табак-ваниль, то вы обязательно должны познакомиться с «Аомасаи», потому что «Аомасаи» гораздо круче, чем табак-ваниль. Я прошу прощения у поклонников табак-ваниль. Я сама являюсь поклонником табак-ваниль. Но «Аомасаи» глубже, вдумчивее. Вот лесной орех, ладан, карамель, всевозможные смолы, лакричник. Здесь, понимаете, здесь и специи, здесь даже немножко какая-то есть ветиверная, мховая нотка. Постоянно разными гранями играет аромат. И что надо отдать должен, он реально стойкий. Он очень стойкий. Стойкий, шлифовый. Несмотря на то, что он, в принципе, не должен быть таким, потому что тёплые вот эти кашемировые ароматы, они близкие к телу, они интимные. «Аомасаи» — это исключение. Я ему ставлю твёрдую пятёрку, хоть он под номером десять. Ну, давайте поставим ему десять по пятибалльной шкале. И приступим к его старшему брату. Почему говорю «старшему»? Потому что лично я в своей парфюмерной жизни с ним познакомилась впервые. А кто впервые вышел? Кашемир или «Аомасаи»? А это Кашемир номер восемнадцать. Прошу любить и жаловать. Я не знаю. Это знает только Пьер Гийон. Ну, и кто-нибудь из вас пишет их в комментах. Итак, Кашемир. Он кажется братом. Даже, скажем так, не двоюродным, а может даже родным братом «Аомасаи». Почему? Потому что тоже восточно-гурманская вот эта грань, постоянно переливающаяся грани, то восток, то гурманика, то восток, то гурманика. И тоже тёплый Кашемир. Он же называется Кашемир. То есть, ну, хочется вот просто взять и укутаться в этот аромат. Но не тут-то было. Вот в этот аромат сколько я не пыталась укутаться, окутываясь я в него уже восьмой год, не могу я в него укутаться. Это не укутывающий аромат. Здесь явная нота на фоне общей теплоты ванили, кокоса, сандалового дерева. То есть это, представьте, такая вот молочная теплота, такая вот прямо теплая теплота. То есть, ну, казалось бы, что тебе ещё нужно, но вот нота ёлки, вот просто даже вот такой откровенной ёлки, она не даёт укутаться. Ну, как я могу укутаться в колючий шарф? Ну, здесь, конечно, ёлка, здесь кипарис, но, вы поняли, да, то есть, мою мысль, вот эта зелёная иголочка на фоне вот этой всей гурманской восточной темы, ну, она сделала фурор. Вообще, Кашемир бестселлер по продажам, как Ио Масай. Но здесь всё-таки загадки и такого какого-то такого парфюмерного вызова больше, чем в Алмасае. По какой причине, я не знаю, но в новодель, а у меня новодел, как вы видите, да, то есть это новый дизайн, стойкость как-то чего-то пострадала. Не могу понять, почему. Это не только мой отзыв. Многие клиенты и другие парфманьяки на себе протестивали, протестивали, Кашемир, то сказали, что быстро слетел. Таки да. Возможно, какие-то компоненты, как бы не кипарис, возможно, где-то что-то половине или заменили. Но это моё мнение, но оно сугубо такое моё субъективное, я понятия не имею, как делать аромат, как Бергем это делать. Ну, что-то, что-то, что-то да. Но я ставлю пятёрку, потому что сам аромат глыба очень крутой. По поводу стойкости нужно индивидуально подходить к этому вопросу. Люблю, обожаю, имею в коллекции, очень рекомендую, в принципе, ароматы Гийома. Именно бренда парфюмерия «Женераль», она самая объёмная у него. Пробуйте, знакомьтесь и пишите, пожалуйста, отзывы. Итак, приступаем к коронному номеру этой программы. Это такой вот ярко-вишнёвый взрыв мозга от Незане. Незане, Незане Буш Буэ. Ну, в переводе я уже десять раз говорила, что я не особо там разбираюсь в переводах, но насколько я помню, когда первый раз я познакомилась с этим ароматом, это было в одном из наших сетевых бутиков, нишевой парфюмерии украинских, не буду называть названия, чтобы не сочли за рекламу, то мне четко и ясно сказали название. Это пухлые губы. Вот. Пухлые губы переводится аромат. На просторах интернета писали какие-то спелые вишенки или что-то, неважно. В общем, Буш Буэ. Называется аромат. Спасибо. Вот такую коробку его запечатлели. Ну, это старое дело у меня. Вряд ли, конечно, так можно его будет найти, потому что в новоделе была уже совершенно другая упаковка, более такая, скажу так, менее аутентичная. Это, конечно, вообще просто жир упаковочка. То есть флакон волновать. Я не знаю, может поставщик нам такое прислал? Не в курсе. Но факт в том, что оригинальность разит со всех, как говорится, щелей. Надо сказать, что названное в принципе как бренд исчез. По какой причине я не знаю, не буду углубляться, но это для меня была очень плохая новость. И она остается для меня плохой, потому что бренд Незоне после своего исчезновения, он нам дал понять, он показал нам, что он был очень крут. А когда он был, мы на него особо внимания не обращали. Были несколько ароматов, которые были бестселлерами. Это отелье художника, Хиросима Муномур и Буш Буэ. Ну, еще там, может быть, какие-то ароматы, которые не входят в мою альфактор, альфакторную, как говорится, семью. Но Незоне завсегда была такая ниша доступного уровня, доступного уровня понятливости и кармана. Но сейчас, на фоне того, что происходит в парфюмерной мере, я понимаю, что Незоне это было лучше, одно из лучших, что было в парфюмерии. Итак, к аромату. Пухлые губки, они очень-очень-очень пухлые. Почему? Потому что та сладость, сочность, такая жизнь, которая вот пышет из этого флакона, она, ну, я не знаю, ну, просто килобайтами можно качать отсюда вот эту вот сочность и пухлость. За счет мощной такой фруктовой композиции, фруктово-ягодной композиции, посмотрю, вишня, ежевика, маракуйя, персик, черная смородина. Вот вообще, это просто пьедестал. И вот на фоне вот этой вот сочной такой фруктовой композиции выходит такая легкая-легкая, интеллигентная и очень тоненькая кислинка. И вот эта кислинка меня поразила, конечно. Она настолько интеллигентно звучит. То есть губы пухлые, но они не дешевые, понимаете? То есть это не люксово-компотная современная, вот это такая очень дешевая симфония. Здесь все очень по-богатому. Стойкость тоже суперская. Причем в шлейфе остается именно вот этот вот остаток красивый. То есть нету сладости. сладости слетает, в принципе, минут через 15. И остается красивая, я бы сказала, даже цветочная кислинка. Вот даже цветочная. Аромат плюс миллион лайков моих личных. Я безумно рада, что я им обладаю, его никому не отдам. Это очень крутой аромат. Даже не для любителей компотов. То есть даже если вы любите древесные шипры или кожаные какие-то восторки, то обратите внимание. Возможно, в коллекцию найдет место даже под настроение этот аромат. И два аромата из Profundelforte. Когда-то они вскользь были обозрены на каком-то из видео, я уже не помню. Но так как у меня есть два мощных флакона по 100 миллилитров, я решила все-таки о них подробнее рассказать. Итак, Marconi. Marconi 3, оказывается, он называется. Вот только узнала. Marconi 3 Profundelforte – итальянский аромат. Уже говорено-переговорено про Profundelforte. Мои восторги, вы знаете. Они остались прежними. Этот бренд стоит особняком вообще, в принципе, у меня, в моем, как говорится, представлении. Да и вообще, в принципе, в мире. Что такое Marconi? Marconi – это пачульная сторона такая. То есть первые ноты и минут, наверное, 20 раскрытия на коже – это старца пачули. Горячие, сухие, теплые, не сырые, а именно разогретые такие, даже немножко восточно-гурманские пачули, похожие, даже немножко, на шоколадные пачули от Мартины Миколеев. Ну, отдаленно. Дальнейшее развитие аромата, конечно, очень сложно, как и у всех в Profume. Вот я сегодня обнаружила, что в композиции есть и рис. Я его слышу. Он дает здесь индонез. То есть сухие пачули исчезают, соло пачули исчезают. На бэк-вокале оно звучит до конца, но цветочные ноты по типу ириса, розы, гвоздики и гелиотропа, они вступают. То есть, в принципе, аромат можно даже смело назвать шипром, но не за счет мха и не за счет любых даже какие-то, ну, обычно шипр сыра издает, какой-то горечи. Здесь, наверное, за счет, все-таки, пачули. Хотя мох тут уже есть. То есть, такие вездесущие пачули, выдающие пачками цветы, мох, какую-то сладость гурманскую, потому что кокос есть, специи. Сложный аромат, в принципе. То есть, я не могу сказать, что это вот всем любителям пачули покупайте. Нет, я бы не сказала. Здесь нужен затест разнос на коже и выбрать для него место и время, потому что аромат интенсивный, довольно интенсивный. И я думаю, что в летнюю жару вряд ли он зазвучит, так как он может по максимуму выдать. Хотя не факт. Все-таки итальянцы, имейте в виду, что итальянцы, они похожи на арабов, на арабский имеется удар, арабчата, которые звучат в жару хорошо. Я ему ставлю пятерку тоже, не потому что я тут всем решила сегодня польстить ароматом. Нет, я ему ставлю пятерку. Просто он особенный. Он немножко такой, чуть-чуть отошел от тренда, но еще балансирует, как говорится, на своем месте. И последний аромат, не последний, а последний аромат из обзора — это Рома Империале. Вот его я нанесла, кстати, специально на запястье. Единственный аромат из всех представленных. Я его всю жизнь считала безликим, не знаю почему. Рома Империале. Я вот его считала безликим. В моем вот таком вот примитивном сознании кажется, что если нет явной розы или нет явного уда, ну или на худой конец нет явной туберозы — все, это аромат нечего. Ну, прощаемся. Это дилетантство. Так вот, также я считала и про Рому. То есть я думала, что Рома — это такая какая-то ирисовая помадка по типу Prada Infusion Deri. Извините, извините, еще раз извините, что я все время качу бочку на ирис. Вот. То есть, ну, Рома и Рома, а кому предложить? Что там? Мускус у нас, да? То есть я вообще не вдумывалась в этот аромат. А вот сейчас мне пришлось, и я решила, что аромат реально сложный, он уже сложнее, чем Маркони, он уже сложнее, чем Гийомы, потому что здесь все-таки сердцевина аромата, ну, она проклевывается, здесь она понятная, здесь она непонятная. Глядя на пирамиду, у меня разбегаются глаза, потому что огромное обилие цветов всевозможных, ну, посмотрите потом на фрагрантики, тут же перекликаются со специями и с огромной дозой поливиной дозы анималики. Для меня ирис, анималика, это все туши свет, но здесь за счет цветов, таких даже водных цветов, ну, звучит очень сильно, сильно, реально, я забираю свои слова обратно про безликость и уж тем более про какой-то там мускусный свежак. Нет, аромат, ну, шипром я его не назову, хотя здесь на фраграндике пишут отзывом, что это шипр, но это явно такая, знаете, цветочная классика с уклоном на анималику, даже больше, анималика не мускус, а вот такая жесткая анималика, знаете, вот такая, когда руки вот так вот ходят. Довольно много здесь за счет цветов, мягкости, сладости и пудровости, видимо, на моей коже оно перекрыло, нет, не перекрыло оно анималику, все, я слышу анималику, меня раздражает, но аромату я поставлю пятерку за сложность, за непохожесть ни на что, за проевшую уже всем плешь аутентичность и за взрослость. Я радуюсь все-таки за возрастную категорию, потребители этого аромата это возрастные дамы, потому что я не доросла до него, то есть эту сложность я не осилю, он на мне будет отдельной жизнью жить и не раскроется, мы с ним позоримся. Вот и, ну, в целом, как бы отличный аромат и последний аромат, этот диптик Ут Палао, когда-то я уже его показывала, и это был маленький такой сэмпл, фирменный нам давали в подарок, а сейчас вот мы приобрели, разжились, как говорится, на 10-миллиметровый от Deparfum, Ут Палао от Диптик. Ну, что сказать, это в лучших традициях моего парфюмерного гардероба, то есть это сумасшедший табачно-розовый Ут, Ут табак роза, воедино, labdanum rom, ром огрубил, обтесал, обруталил, вот такой, ну, аромат довольно тяжелый, тяжеловес, такой бруталити-фаталити для тех, кто пройдется со мной в общественном транспорте, не приведи господи. С другой стороны, его шик, вот его шик, кстати, оба женой, здесь лавровый листик, все, я его люблю вдвойне, я не видела, что здесь лавровый листик, видимо, вот это такая какая-то, такая, даже не знаю, галантерейная какая-то горечь меня и привлекла, потому что, ну, уже оскому набили, уд, роза, табак уже вот здесь. Здесь все-таки вот лавр предал, добил меня. Почему-то я подумала, не знаю почему, что в 10-миллилитровом флакончике он менее стойкий, но это были какие-то мои, опять же, какие-то стрёмные субъективные домыслы, ароматы очень стойкие, ну, с такой пирамидой, очень шлейфовый, очень знаковый, обязателен к затесту. Ставлю твердую пятерку с плюсом на зиму, и я не говорю, отбросьте все ваши удо-розово-табачные ароматы, пусть стоят, но обязательно попробуйте, вот по лавр, потому что он в этом семействе особенный. Даже к чему еще говорю, потому что если учесть аромат от дома диптик, который в принципе не грешил никогда вот такими ароматами, то это вообще вдвойне просто поклончик. Итак, все, выговорилось, обзор окончен. Какие есть предложения по поводу следующих обзоров? Мой к вам вопрос. И тут же ответ предлагаю. Смотрите, что у меня есть. Все мы любим Тициана Терензи. Кто его не знает, он должен посмотреть любой обзор на Ютубе. Я думаю, что пестрит Ютуб обзорами аромата. Вот Келян, Монталь и Тициана Терензи. Чем мы хуже? Ничем. Поэтому предлагаю для следующего обзорскую тематику. Ароматы от АТ, прекрасного итальянского дизайнера, сумасшедшего гения, прекрасного, доброго, отзывчивого, дружелюбного человека Тициана Терензи. Ароматы в обзоре. Парпора, красная серия новая. Роза Ут, подсказка. Велли, не помню что, но понравилось. Дальше. Экликс, вкусняшка. Ирис, по-моему, возрастной. Андромеда, ну это вообще, просто сейчас от меня порвет это, хоть и попсовый, но очень сочный, популярный аромат. И Кирк. Ну Кирк это вообще, вот он, победитель. Вот так вот, просто сел сверху. Помимо этого, еще будет несколько ароматов в обзоре. Если будет, если поставите мне лайк. Прошу ставить лайк. Можно даже на колокольчик нажать, где он там. И всем пока!